Здравствуйте! Встреча на Думской в эфире. Сегодня поговорим о политическом раскладе политически-патриотических и антипатриотических сил в Одессе после выборов мэра. В гости нашей студии руководитель Рады грамматической беспеки Марк Гордиенко. Здравствуйте, Марк! Здравствуйте! Можем ли мы сейчас говорить о том, что если выборы состоялись и результат такой, как он есть, такой и будет, Марк остается. У него, в его партии, в Горсовете, ну если не большинство, то много. И, соответственно, рычаги влияния на город очень большие. И, соответственно, те патриотические силы, которые отчаяли других результатов, они ходят на периферии. Или это не произойдет? Ну, давайте так поговорим. Для начала мы должны определиться, что существует какая-то, хотим мы ли этого, не хотим, объективная реальность. Вот она есть. Эта объективная реальность говорит о том, что Одесса проголосовала определенным образом. Мы наблюдали за ходом голосования. И могу сказать достаточно точно, что никаких масштабных, или даже слово масштабных тут не подходит, никаких особых фальсификаций, которые могли бы серьезно поставить под сомнение выборы или мэра, или по партийным спискам, их не было. То есть мы определяемся, что реальность вот она такая, которую мы сегодня видим. В этой реальности формат, я чем доволен? Я доволен, что прошла самопомощь. Я доволен, что не прошла, я не доволен, что прошла партия имени Кивалова. И я вижу, что ближайший расклад, исходя из моих данных и моих пониманий, будет очень простой. В городском совете будет ситуативный блок, ситуативно-постоянный блок между доверяя делами и БПП. Тем самым у нас установится система сдержек и противовесов между, условно говоря, представителями... Ну, мэрского крыла. Мэрского крыла и так называемой грузинской команды. Хотя я понимаю, что в БПП там тоже есть куча своих разных течений. Но если мы будем говорить по формальным признакам, Боровик, он номер один в БПП. Поэтому, конечно, уровень этой консолидации, уровень этого сотрудничества, это ситуативные вопросы вокруг земельных тем, города... Я понимаю, что вы хотите сказать. Вот, Олег, смотрите, мы Рада Громадской Беспеки специально не пошли на выборы. Хотя у нас было три больших и крупных предложения от трех политических сил, которые предлагали нам возглавить, скажем, их для того, чтобы пройти в город, в область. Выборы прошли. Можете сказать, кто? Какие? Ну, это не секрет большой. Значит, это Укроп, это радикальная партия. Ну, еще одна партия, которая, скажем, малоизвестна, но с большой потенцией и деньгами, которая предлагала... Наш край, наверное? Да нет, спасибо. Мы не можем замарать свою репутацию, пойти в наш край, пойти в возрождение. Это исключено. Вопрос не в этом состоит. Мы целенаправленно, специально не пошли почему. Потому что я считаю, что одно из главных сегодня, вот на сегодня и на текущий момент задач, это сделать так, чтобы гражданское общество выросло и росло. Что у нас произошло на выборах? Что патриотические силы, гражданские активисты, они разошлись по различным партийным проектам. Причем, к сожалению, получилось так, что эти партийные проекты практически не сработали. Но это не значит, что мы проиграли. Наоборот, тренд сегодняшнего времени, это если бы раньше, условно говоря, при той власти победа на выборах любой политических сил гарантировала им безбедное и спокойное существование, то сейчас все совсем наоборот. То есть сейчас мы должны сделать так, чтобы гражданское общество, гражданские активисты, которые не связаны политическими проектами, а за каждым политическим проектом стоят определенные, скажем, олигархи, полуолигархи, финансы. Да, и партийная, так сказать, дисциплина, которая связывает сверху донизу демократический централизм. КПСС нет, а демократический централизм живет. Мы от этого формата ушли. Я вот иногда шучу, что мы, когда нас говорят патриоты, мы говорим, что мы патриотические пираты. То есть мы отставили... Вы анархисты, вы как раз против какой-то иерархии, да, вот вы анархия, да? Вы против всякой архии. Мы как бы за... Это, знаешь, что такое пиратско-казацкое, да? Мы за то, чтобы была справедливость, за то, чтобы люди во власти боялись гражданского общества, прислушивались к этому гражданскому обществу. Но, с другой стороны, гражданское общество тоже не должно быть сборищем... Знаешь, как это... Людей, многие на меня обижаются такие... Одноклеточные вышиваты, которые вот с четким, каким-то вбитым в мозг сектантским убеждением, ни влево, ни вправо, но прет в одну сторону. И обычно это очень все неудачные и люди, и проекты. И очень сложно с ними иметь дело, потому что они предельно недоговорные. Гражданское общество должно... Структура гражданского общества, вот то, что мы пытаемся развивать в РГБ, это возможность взаимодействия со многими политическими силами, со многими проектами и людьми, где у нас совпадают определенные интересы, базовые интересы. Безопасность города, справедливость относительная, но пусть это будет справедливость, возможность развития города и страны. И вот это то, что мы сейчас будем делать, и у нас... А делать где? Вы же на выборы не пошли. Может быть, тогда взаимодействовать было? Прошли бы в горсовет, в облсовет? Нет. Ну вот, подождите, вот смотрите, ну я достаточно сейчас вот за эти полтора года варюсь в этой кухне. Я понимаю, что или ты должен зайти очень мощно с большой группой единомышленников, с большой группой, чтобы диктовать условия, или ты будешь растворен в общей массе одним из жалких, ничтожных депутатов, который может выиграть что-либо для себя, но для этого он должен сдать очень многое. У нас базово как мы будем... У нас есть... Вот я почему хочу сказать. Полгода назад я говорил, что нам нужно создать мощное гражданское общество со своими структурами, которые будут как бы прослойкой между политическими партиями и городским советом и гражданами, которые хотят на это влиять. Но у них нет этого инструмента. Влиять можно или через партии, или через депутатов. Но мы понимаем, что сегодняшний депутатский список вот меня лично предельно не устраивает. Поэтому даже не было смысла... Мы сейчас не будем скатываться на то, чтобы рассказывать банальные вещи, что депутаты из партии регионов разбежались по разным партийным проектам. Это все известно. Но мы базово говорим, что есть... Гражданское общество просыпается, надо его развивать. В контексте развития этого гражданского общества, не только в Одессе, но по всей стране, должны вырасти лидеры, реальные лидеры, интересные лидеры. А вот когда эти лидеры вырастут, тогда через какое-то время придет, появится возможность. Я надеюсь, закон о выборах, которые... Я бы руки поотрезал и ноги тоже тем, кто придумал этот закон о выборах в местные советы, которые отсекли возможность небольшим проектам, небольшим местным проектам. Когда подняли до 5%, да? Да. Попасть в Горсовет. Я бы сделал проходной барьер там 1%. Тогда бы могли зайти разные люди с разной поддержкой. Было бы хаос, нет? В хаосе всегда что-то потом устаканивается и рождается. Но появились бы социальные лифты какие-то, вот такие вот мелкие. А сейчас их нет. Ну ничего страшного. У нас зато есть... Я не вижу в Одессе никакой большой... То есть я вообще не вижу трагедии. Я вижу на сегодняшний день какую расстановку сил. Есть команда Саакашвили со своим реформаторским трендом, у которых в руках есть, условно говоря, в руках прокуратура, милиция и область, как институт государственного управления. И это хорошо. Пусть они работают. Но у них теперь нет города, который могут быть... А им не надо город. Я всегда это писал. Если вы... Вот понимаете, система сдержек и противовесов, она должна быть. Проблема Саакашвили, что... Две проблемы я вижу. То, что он назначил на должность мэра Боровика, хотел назначить. Ну, я не буду сейчас тоже все это обсуждать. Но город... И вторая проблема... Вот опять же, я говорю, когда меня спрашивают, я говорю, я поддерживаю Саакашвили, но я против Боровика. И я за систему сдержек и противовесов. Но горячность, желание этой команды сделать реформы на каком-то этапе должны все равно каким-то образом уравновешиваться... Коррупции. Нет. Ну почему коррупции? А чем же это? А подождите, вот я сейчас скажу. Мы всегда говорим очень голословно. Но никто не спорит, что там есть коррупция. Это мы боролись и с таможней, и с санитарной службой. Мы... Не надо РГБ говорить, мы с этим боремся. Да, вы не понаслышку знаете. Но, да, пожалуйста, когда сегодня, если раньше в чем была проблема? Что прокуроры и милиционеры были частью этого коррупционного механизма. Крыши, да. Да, то сегодня это начинает вырываться из этой бюрократической системы. Давайте садить всех, кто попад... И сейчас мы видим этот тренд правильно. То есть Труханов, как мэр, с его аппаратом, они не имеют неприкосновенности депутатской. Не имеют. Если есть факты, заводим уголовное дело, задерживаем, арестовываем, суд, тюрьма и так далее и тому подобное. То есть у Саакашвили есть рычаг влияния на принятие незаконных решений горсоветом, мэром лично и прочее. Конечно. У него есть этот рычаг. И этим рычагом нужно профессионально пользоваться. И у него есть люди, которые, скажем, мы очень много взаимодействуем сейчас с новой прокуратурой, с руководством новой прокуратуры, с руководством милиции. Лично я считаю, что это совершенно другие люди, правильные люди. Но поэтому у них есть все эти возможности. Проблема... И поэтому для меня ситуация очень нормальная в этом формате. Вот именно в этом формате. Она была бы ненормальной, если бы всю власть получила команда Саакашвили. Каким бы он святым не был. Но это неправильно. И наоборот. И наоборот. Сейчас очень хорошее такое равновесие, которое должно быть. При этом роль общественных организаций, общественных институтов и того самого общества гражданского, которое формируется, ну в том числе благодаря вам отчасти, вашим инициативам. Но вот его роль, вы говорите про слойка. Ну это такое вот что-то брендовое. Прослойка, посредничество, там, медиумные всякие миссии. Ну а вот реально, вот чем вы будете помогать? Как вы будете прослаиваться между Турхановым и Саакашвили? Вот процесс вот в чем? Смотрите, мы будем делать дело, которое мы делали вот эти полтора года. Мы реально сегодня, вот складывается такая ситуация, когда очень часто мы понимаем, что система, она сегодня у нас находится, как бы сказать, в таком вот очень неравновесном состоянии. Потому что система нашего государства, к сожалению, такая, что реформы должны идти сверху пока. Снизу можно сделать очень немногое. И только благодаря тому, что ты вверх начинаешь заставлять, дать тебе что-либо. Сегодня задача гражданского общества как раз вот быть буфером. Мы это делаем постоянно. Посмотрите те акции и то, что мы описываем. С бульдозерами это влечет. С бульдозерами это тоже было, как бы, выражение максимального протеста гражданского общества против максимального цинизма со стороны господина Кивалова. Причем, посмотрите, с бульдозерами все, меня почему-то обвиняют за этот бульдозер, хотя там главную роль играл автомайдан киевский и одесский. Во-первых, это был не бульдозер, а трактор. Как я говорю, это две большие разницы. Начнем с этого, да. Во-вторых, туда люди совершенно спокойно зашли и спокойно, по-моему, через час-полтора вышли. Да, мы можем объяснить зрителям, что бульдозер, он со щитом, он гребет, а там был трактор с ковшом. Обычно, да. Но функцию он выполнил ту же. Да, а что еще? Раз. Не было ни попорчено никакое имущество. Просто было вскрыто и показано, что это жилой дом, а не корпус университета, куда по определению имеют права доступа, скажем, студенты, учащиеся. Ну, понятно. Да, это отдельная тема. Теперь, вот хорошо, с этим моментом как бы протестной такой, ну, я вам скажу, что для города по-своему брендовой такой вот миссии была вот эта акция по типу. То есть, это было на всю страну, даже на всю. Я смотрел на нескольких международных сайтах, информагентств. То есть, это прошло, это звучало, да. Ну, а вот кроме вот таких шоу, классные акции, они тоже нужны, они полезны для всех нас. Для журналистов особенно, о чем мы писали, говорили. Вот, что касается конструктива, у вас же были какие-то там лагеря патриотические. Ну, почему были, они существуют. Вот, как-то это ушло в тень, Марк. Оно не ушло, почему? Это работает. Вот вторая задача, которую мы сейчас будем воплощать, о котором я говорил. Посмотрите, какое безумие у нас творится. На законодательстве есть система, связанная с общественными слушаниями. Ну, общественные слушания – это просто какой-то глобальный позор и фальсификация. То есть, можно манипулировать ими как угодно, любой стороной, которая за, которая против, которая между. Вот я, когда наблюдаю, у нас разные были течения среди гражданских активистов по различным, скажем, вопросам. Надо застраивать, не надо застраивать. И когда говорят, например, какая позиция РГБ. А я, например, в некоторых вопросах не могу дать никакой позиции, потому что я как специалист в этом формате не разбираюсь. И я понимаю, что тут тоже шло жесткое противостояние. Что бы ни делал Труханов, сторона, скажем, Гурвица и других будет против, что бы ни делал хорошего. Или наоборот, условно говоря, что бы ни делали те, люди не предлагали, та сторона будет говорить, что это все равно не так. Мы выдвинули инициативу где-то полгода назад, и сейчас эта инициатива уже приобретает зримые, ощутимые какие-то черты, экспертного гражданского экспертного совета, где люди, которые не участвуют в никаких политических проектах, не заангажированы, будут давать, с одной стороны, экспертную оценку каким-то вещам. Экспертную. И они профессионалы. Вот мы сейчас подобрали определенную группу таких людей, и мы уже с ними взаимодействуем. Вы их финансируете? Кто их финансирует? А нет, они сейчас работают пока на волонтерских... Есть еще примеры, в том числе в Одессе. Я не буду называть сейчас фамилию этого эксперта, но он был социолог-эксперт сам по себе. А потом один состоятельный человек в Одессе его просто купил, и он делает ему рейтинги. Вот и все. То же самое будет с вашими экспертами, нет? Но на волонтерских началах... Смотрите, вот понимаете, в чем разница? Я не буду давать такие оценки, которые... Я им заплачу 100 баксов. Ну, я вам так не скажу. Смотрите, вот базовые есть... Вот мы сейчас будем в этом экспертном совете и вот в этом гражданском обществе. Я хочу, чтобы была тема... Я специально приглашал летом Сергея Датюк. Есть такой известный очень в Украине философ, политолог, прогнозист. И мы ему задали простой вопрос. Я его пригласил на узкую встречу. Она у меня записана. Мы, наверное, сделаем ролик, запустим его. Я сказал, Сергей, объясни мне, что такое Одесса. Я вот хочу от тебя узнать. Я еще тогда на Фейсбуке запустил этот вопрос, что такое Одесса. И одесситы начали писать свои определения, которые, в принципе, были достаточно банальны. Город в море и так далее и тому подобное. Ну, штампы какие-то. Штампы. А я хотел от этого человека с другим уровнем мышления получить другой взгляд на этот город. И вот он ответил еще до Саакашвили. Эту тему Саакашвили еще тогда не было в Одессе. Он сказал, что Одесса – это мировой город. Барселона. То, о чем потом сказал Саакашвили, да? Я не знаю. Аналогия. Аналогия. Он тогда сказал... Я помню, что он сказал, что Одесса должна стать столицей при Черноморье. Вот что-то такое. А человек говорит, что Одесса – это мировой город. И дал четких четыре критерия, что такое мировой город. Мировой город – это тот город, в котором есть представительство мировых корпораций. Пункт первый. Пункт второй. В этом городе есть транспортные линии, связывающие с мировыми столицами. Этот город рождает инновации. Инновационная деятельность. И в этом городе проходит мирового уровня фестиваля, биеннале, триеннале. Вот это вот все. То есть, условно говоря, четыре базовых пункта. И я предлагаю гражданскому обществу вот эти четыре базовых пункта стать сторожевым псом. Где мы будем смотреть, где различные политические партии, различные любые проекты, которые пытаются запустить кто-либо, финансируя их или не финансируя, они соответствуют вот этим четырем базовым понятиям. Вот за эти четыре базовых понятия должны проголосовать все одесситы. И тут мы должны смотреть, но часто, вроде как все за, но есть немножко свой интерес, и мы начинаем делать это за куда-то в сторону. Вот этих вот четыре базовых понятия. Давайте их развивать, чтобы у нас город был с мировыми фестивалями. У нас пошли такие тренды. Давайте это поддерживать. А, конечно, там что-то сделаем с этим аэропортом и с нашими транспортными форматами. Давайте сделаем так, чтобы налоговая, милиция, прокуратура не кошмарила мировых представителей, которые у нас здесь есть, и инновации может рождать наш бизнес. Вот на их защиту давайте станем, все вместе станем, потому что это и бюджет города, и это наша... Вот такие простые четыре вещи, поэтому экспертные советы, экспертные сообщества, которые будут там работать, они четко должны понять, что у нас есть какие-то рэперные точки, вокруг которых мы все объединились, и которых предавать нельзя. В направлении понятно, это очень радует, что патриотические силы города, они не уйдут от того, с чего я начал программу, да, они уйдут на периферию, где-то не затеряются за противостоянием губернатора и мэра, или за возможным сотрудничеством губернатора и мэра, а они будут выполнять вот как раз эту миссию контроля, ну или такой буферной зоны. Ну, знаешь, хотел бы сказать, что гражданское общество должно окрепнуть до такого формата, что оно должно быть третейским судьей между различными политическими силами, между различными назначенцами-чиновниками. Вот мы много снимали чиновников, вот РГБ, примкнувшие к нам патриоты и активисты, мы штормили таможню, фитнес-санитарную службу, налоговую, потому что мы видели, эти люди вредят городу. Теперь изменения произошли, и отчасти благодаря вашему силе мы все время акцентировали на это внимание. Ну что же, успехов вам и такой же активности, пассионарности впредь, я думаю, что в этой студии вы еще не раз расскажете о своих достижениях уже на другом поприче. Спасибо вам. Это был Марк Гордиенко в нашей студии, который возглавляет Раду Громадской Беспеки в нашем городе. Спасибо, что с нами, до новых встреч.